Мир вам, братья, сестры и христиане. Полезно или интересно? Тема сегодняшней проповеди. И знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз, и вожделенно, потому что дает знания. И взяла плодов его, и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Также мы читаем. Смотрите, братья, чтобы кто не улег вас философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихии мира, а не по Христу. Ибо иудеи требуют чудес, эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа, распятого для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самых же призванных иудеев, эллины, Христа, Божью силу и Божию премудрость, потому что не мудрые Божии премудрее человеков, а не мощные Божии сильнее человеков. Все мне позвонительно, но не все полезно. Все мне позвонительно, но не все назидает. Никто не ищет своего на каждой пользе другого. Также мы читаем, что знание надмивает и любовь назидает, братья и сестры. Поймите, если даже вы видите, что проповедники говорят вам следующее, смотри, просмотрите вот следующую проповедь, это будет для вас интересно, это должно вас настораживать. Если выводит Дух Божий, он скажет, посмотрите это, это будет для вас назидательно, полезно, а не интересно, что-то новое. Сейчас христиане увлеклись чрезмерно поиском нового, что-то новое, новая информация, новое, новое и новое. Давайте что, новое учение, какое? О процветании, о пробуждении. И еще тоже, а, собрание пойти, там какие-то чудеса, там рукой махнул проповедник, люди впали назад, все массово. Это чудно, это интересно. Понимаете, вот с чего ищут. Все мне позволительно, не все полезно, не все назидает, не все строит. Вы должны искать того, что строит вас, что угодно Господу. Мы должны искать истины евангельской освящения, а не чего-то интересного. Берегитесь этого, братья, сестры. Берегитесь, берегитесь этих лжеучителей, которые ищут вашего внимания, ваших чем побольше просмотров, множества подписок и так далее. Если попутно уже, вы назидательно что-то говорите, уже попутно есть, и вы поставили лайк, например, поставили там, подписались на канал, это хорошо. Но если просто вы увлекаетесь, они льсят в слуху, и вы не тянетесь к истине евангельской, а что-то интересное. Вас не интересует тема святости, о мудрости Божьей, Божьей? А что-то интересное в мире, что-то особо как бы мудрое в мире? Какие-то чудеса? Какая-то новая информация? Да, хорошо бы, конечно, знать, что делается в мире, в христианском мире, но при этом даже, когда идёт какая-то информация, то тоже проповедник, как правило, должен объяснить, сказать, чтобы оно тоже приносило какое-то назидание, пользу, какой-то вывод сделать с этого. А не просто увлекать вас новой какой-то информацией, новым каким-то учением, уже скучного. Давайте что, флаги будем носить по сцене, да? Давайте будем танцы внедрять, давайте будем что-то внедрять, какое-то что-то. Ну, нужно, давайте, будем процветание проповедовать, какие-то ложные чудеса совершать, чтобы было интересно. Будьте осторожны, братья и сёстры, очень будьте осторожны, потому что враг, вот видите, как изначально произошло, нельзя было прикасаться к этому плоду, брать вот этот плод, Господь сказал, нельзя. Но дьявол обольсил, она послушала, и что мы находим, что? Потому что и даёт Знание. Знание. Будьте как боги. А Знание, много Знаний, это гордость, это надмевает, то есть я всё знаю или многое знаю, это неопределённая высота моя. Вот чего люди ищут. То же самое проповедники, многие ищут что-то, чем бы поинтереснее и так далее. То есть если ещё раз говорю, эта информация интересная, но она полезна, назидательная, если даются выводы определённые, это может иметь место. Но как бы интерес, это как бы вторичный уже. А главное, действительно, чтобы оно назидало, чтобы оно действительно было, человек стремился к истине в Англии, а не к мудрости мирской, какой-то новой информации, к каким-то ложным чудесам. А такая спокойная, кропотливая, повседневная, скажем так, работа над собой освящением, забота о других, братья и сёстры, вот вот чего хочет Господь. Это очень часто, они очень красочно смотрятся со стороны. Но это настоящее христианство. И не все будут проповедниками, поймите, не все будут братья, которые совершают учительское служение. Потому что многие стремлятся тоже к какой-то славе, даже сёстры. Ну что, например, в некоторых церквях разрешают даже сёстры проповедники. Пастыри церквей, но в некоторых не разрешается, и это правильно. То они что делают? Пытаются, стремятся что? Хотя бы попасть в хор. А ещё если будет честь стать дирижёром этого хора, вот, это сразу же на виду, понимаете? Вот чего ищут. Красиво петь, быть в хоре и тому подобное. Проповедники тоже ищут, чтобы как-то очень красочно проповедовать, что-то такое интересное найти, какое-то новое учение и тому подобное. А именно догматическое, то, что нужно по Слову Божьему. Пусть даже, как апостол Пётр говорит, даже если вы это знаете, то я возбуждаю ваши воспоминания. Ещё раз, ещё раз нужно порой говорить на те самые вещи, те самые темы. Поэтому разберитесь и не бегайте за тем, что интересно, а то, что полезно. Интерес может иметь место, но как бы вторично, поймите, а не наоборот. Потому что многие в реалии бегают за тем, что интересно. Интересно, а не за тем, что полезно. Поэтому берегитесь, братья и сёстры. Аминь. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Кулакова